всем привет друзья сегодня хотел бы затронуть тему правильного питания и именно употребление соли в пищу дело в том что очень многие люди я заметил по своим знакомым и вообще рекомендуют сдабривать продукты питания хорошим нормальным количеством соли даже существуют книги с рецептами приготовления пищи с использованием огромного количества соли допустим пример обжаренные или запеченные бананы в соли там еще что то еще что то у меня даже есть дома книжечка такая я ее потом при удобном случае покажу но я как-то одного повара спросил а не вредно ли столько много соли да нет ты что куда зачем если это соль продукты впитывают в себя только то количество соли которые могут взять остальная соль остается думаю конечно как же если пересолил еду значит все уже это как в поговорке не до сол на столе а пересол на голове так вот чрезмерное количество соли в пище может вызвать сразу вот так вот не с бухты барахты а сразу перейдем к основному может вызвать выведение кальция из организма что способствует впоследствии возникновению остеопороза и мочекаменной болезни затрудняет работу головного мозга то есть чем больше вы потребляете соли тем больше соответственно вы потребляете хлорида натрия именно само натрий содержащих компонентов которые пагубно влияют и на кровеносную систему и на работу головного мозга плюс от этого страдают ваши почки потому что почки являются фильтром нашего организма которые фильтруют кровь очищая ее от вредных от вредного балласта от вредных веществ которые попадают к нам не только с воздухом но и с пищей заменить же соль обычную поваренную соль на допустим какую-то розовую там гималайскую и так далее это то же самое что сменить шило на мыло потому что та же самая гималайская соль состоит из того же хлорида натрия плюс еще с добавлением различных минералов различных веществ которые могут также оказывать пагубное влияние на наш организм вариант того что вы заболеете каким-нибудь онкологическим заболеванием допустим рак желудка тоже очень высок высок в каком плане чрезмерное употребление соли в пищу может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка ослабляет ее защитную функцию она начинает работать увы неправильно пища которую вы принимаете будет не до конца перевариваться начинает откладываться в виде балласта в виде камней не только в желудке но в кишечнике раздражает кишечник в конечном итоге люди страдают не только заболеваниями желудочно-кишечного тракта но и подвержены возникновению рака желудка идем дальше еще один пункт чрезмерное употребление поваренной соли в пищу может вызвать возникновение ишемической болезни сердца впоследствии приводящие к инфаркту миокарда отказаться от соли совсем это тоже не вариант почему потому что люди которые не употребляют соль в пищу вообще начинают терять аппетит начинают чувствовать слабость начинают чувствовать сонливость это со временем не в первые там две три недели а со временем где-то два три месяца это накапливается и потом начинает человек испытывать такие вот симптомы и он не может понять почему что послужило для возникновения этих симптомов все хорошо ребята в меру не отказываться совсем от соли но использовать ее в тех количествах которые допустимы не скажем так лабораториями допустимы вообще здравым смыслом потому что помимо обычной соли которой вы посыпаете свой салат подсаливаете или там борщ или суп вы едите много раз прошедшие обработку пищевые продукты это и фастфуд это и сосиски это какие-то там котлетки гамбургеры просто бургеры даже шаверма или как ее шаурма я не знаю как она называется у вас нужно учитывать еще этот момент когда вы питаетесь отказываясь от обычной поваренной соли с ее сыпучем виде вы все равно получаете соль может быть даже в больших количествах чем бы вам хотелось потребляя вот эти вот продукты питания поэтому пожалуйста будьте осторожны в плане снижение количества потребляемые вами соли а также в плане увеличения или ну кому как нравится как говорится на вкус и цвет товарищей нет и вот вам еще один момент я сделаю отдельно выпуск о ногах а тут будет маленькая такая реклама чрезмерное употребление поваренной соли в пищу может вызвать различные заболевания опорно-двигательной системы в частности у вас могут возникать спорадические отеки ног от которых вы впоследствии избавиться не сможете и вам придется ходить по врачам принимать какие-то лекарства врач не будет знать изначальную причину того почему у вас начались такие сильнейшие отеки почему может быть даже водянка или еще что-то началось он будет пичкать вас лекарствами отравляя ваш организм дальше поэтому к этой теме к теме ног и отечности ног мы еще вернемся в следующем выпуске а сейчас если кто что-то пропустил перемотайте на начало прослушайте видео опять и прежде чем солить салатик или засаливать заготавливать мариновать мясо на шашлыки благо погода классная подумайте не перебарщиваете ли вы с солью с вами был я владимир казарчук автор канала old dutchman не забудьте подписаться поставить лайк если видео вам понравилось оставить свой комментарий всем удачи пока